Алексей Пшемуцкий сейчас с нами на связи и у него мы сможем узнать, когда же вступит в силу безвизовый режим и каковы условия для украинцев. Леш, здравствуй, расскажи, известны ли уже точные даты? Тебе слово. Добрый вечер. Да, скажу, дата уже известна. После сегодняшнего финального подписания этого документа, он будет завтра опубликован в официальном вестнике Европарламента. И после этого вступит в силу ровно через 20 дней. А это означает, что безвиз для украинцев начнет действовать в ночь с 10 на 11 июня. Эту дату нам подтвердил и замглавы администрации президента Константин Елисеев, что именно 11 июня, с 11 июня украинцы смогут ездить в Европу безвиз. Отмечу, что он, конечно же, назвал это большим достижением, однако, по словам Елисеева, безвиз это лишь начало интеграции Украины в Евросоюз. До Европейского Союза никто не снимал. Все, все. То, о чем сегодня много здесь говорили в Страсбурге, это, конечно же, что вот такое достижение для Украины долгожданное не должно стать концом реформ. И если Украина не будет проводить преобразование, не будет бороться с коррупцией, не будет защищать свободу слова, на этот случай в Европе приняли так называемый механизм приостановки безвиза, и его смогут в таком случае задействовать. Но, конечно же, скажу, что пока что все ждут 11 числа, ну а для Украины следующей большой датой станет саммит Украина-ЕС, который пройдет в этом году в Киеве, и его даты будут известны уже в ближайшие дни. Студия. Леш, спасибо тебе за важные детали. Это был Алексей Пшимынский из Страсбурга с последними новостями о церемонии подписания соглашения о безвизовом режиме.